Субтитры делал DimaTorzok Любочка, это мама Скажи что-нибудь, Люба Мама Мамочка Мамочка не держит меня в заброшенном доме И рядом с бережевой рощей Дни зима Дни зима И унеси меня На берега Искать тебя Дышать тобой Вернись Любовь Вернись Любовь Доля Что? Они ее убили Чего? Они ее убили, Доля Кого убили? Ты что говоришь? Ну-ка тихо, ну-ка успокойся Алло! Не могли же они ее самым... Моя девочка Они ее убили Да! Что вы сделали с Любой? Что вы сделали с Любой? Слушай, ты Если с нее головы хоть один волос упадет Ты меня понял? Не хоть один! Чихо-чих-чих Катя-катя-катя Все, все, успокойся Успокойся, мне все в порядке Жива Жива, 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 Люба, жива Я слышала, она жива Жива? Жива, жива Господи Жива Господи Успокойся, Катя, успокойся Сейчас я тебе воды принесу Подожди, ну Сейчас Сейчас я Быстро Быстро Блин Сейчас, Катюш, секунду Тихо-тихо-тихо-тихо Давай, давай-давай-давай Давай-давай-давай Давай Нет-нет-нет Еще, еще, еще Давай, тихо-тихо Глоточек, глоточек, глоточек Давай, еще, еще Ну 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 Тихо-тихо-тихо Тихо-тихо Тихо-тихо Все, все Ну, посиди, отдохни 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 Вот Светик, спасибо тебе Боже Ни капли, никаких тебе женских истерик Катюша. Да, Катюша. Поспи. Ты в одном шаге от победы, Женя. Будь с ней тёплым и ласковым. И вот увидишь, она это оценит. Скоро, очень скоро она вернётся в твою постель. Ну что, сонная царство уже проснулась? Давай-ка. Налетай. Тебе необходимо восстановить силы. Как я здесь оказалась? Где здесь? В постели. Ты что, ничего не помнишь? Нет. Ничего не помню. Ну, солнце моё, а я-то откуда знаю, как ты оказалась? Я же внизу сплю, в гостиной, на диване. Ну, я так думаю, переутомилась и не заметила, как уснула в таком стрессе-то. Чего только не бывает. Они больше не звонили? Нет. Ну, что ж ты не ешь? Господи, как же я вчера испугалась, когда услышала этот ужасный звук. Ну, слава богу, она жива. Она жива, а Дима поможет. С чем именно? С деньгами, Толя. У меня же нет этих трёх миллионов. Подожди, может быть, можно обойтись без… Сейчас я ему позвоню. Ну, дурочка, надо было ещё вчера набрать, распустила нюни. Мне в центр нужно ненадолго съездить, буквально на полчаса. Я туда и обратно. Ты не рыпайся больше. Я стрелять не буду. Я так, припугнуть только. Сечёшь? Кончай там базарить. А она жрать не хочет. Ну, и что теперь? Ты что, нянька ей, что ли? Она ничего так, саксопил такой. Может, развлечёмся? Пасть закрой. Ты хочешь, чтоб он нам голову оторвал? Ты что, сказал, не рыпайся. У вас там как вообще с головой, а? Нормально? Какой ублюдок стрелял? Ну, чуть-чуть. Не заводись, чего-то. Чего не заводись? Чего не заводись? Ч-чуть, ну, и что ты? Они мою жену до истерики довели. Да при чём тут жену? Я сам там чуть не обделался. Всё нормально. Так до инфаркта вообще недалеко. А чё я-то? Я ничего. Это Казбек, придурок, выстрелил, чтоб страшнее было в потолок. Слушай, ты знаешь что? Ты у своих долбоделов, понимаешь, ты у них оружие вообще отбери. Любое оружие отбери. Чтоб они его в глаза не видели, понимаешь? Ни огнестрельное, ни холодное, ни горячее. Вообще никак. Даже гвозди им в руки не давали. Чё? Ты чё? Понял он. Не, он понял, он понял. А мне что теперь делать, а? Ну, чё мне теперь делать? Катя, в истерики. Сейчас этот Еремеев припрётся. Они сольются в экстазе, в полицию попрутся. Ну, и чёрт с ними. Чёрт с ними. Ты главное проследи, чтобы они ко мне припёрлись. Что она ещё сказала? Больше ничего. Точно? Да, кроме того, что дом находится возле какой-то берёзовой рощи. Потом я услышал этот ужасный выстрел. Катюша, я не переживаю. Всё будет хорошо. Не волнуйся, мы заплатим денег, сколько они скажут. Я проблю их по своим каналам. Не волнуйся. О, ты уже здесь? Привет, Толь. Да, я приехал, как только Катя позвонила. Ну да, ну да. Нам надо скорее обратиться в органы. А мы так раз сейчас этим и займёмся. Сейчас, Катюша, поедем. Напишем заявление. Очень хорошо. А тогда я поеду, поговорю с Прохором. Может, ты с нами? Нет, Катя. Нам надо разделиться, и так будет эффективнее. Я сейчас тебя провожу. Самое главное, не волнуйся. Я сейчас поеду, соберу информацию и, главное, деньги. Да, хорошо. Пойдём. Всё, Толь, давай, на связи. Давай. На связи. Конечно, на связи. Ты езжай, деньги-то собирай, собирай. Деньги-то очень хорошо. Это деньги нам нужны. Доброе утро, девочка моя. Я не стала тебя вчера будить, я поздно вернулась. А что случилось? Да ничего не случилось. Просто мне не удалось договориться с журналистами. Они требуют очень много... А, ты про это? Забудь. Пусть пишут, что хотят. Ты серьёзно? Абсолютно. Ну да, вчера вместо пресс-конференции получилась вечеринка. Ну и что? Это нам даже на руку. Это будет, так сказать, моим имиджем. Так сказать, креативным подходом. И об этом мы скажем на сегодняшней пресс-конференции. Сегодняшней? Я надеюсь, она будет проходить не в баре у Эдика. У меня есть идейка получше. Вам нужны специалисты. Мы предоставим вам настоящих профессионалов своего дела. Очень хорошо, что вы пришли к нам. Да, мне... Мне муж то же самое говорил. Конечно. Потому что ваш супруг очень мудрый человек. И он знает, как правильно поступить в экстремальной ситуации. Вы, главное, ничем не беспокойтесь. Я вышлю к вам домой следственную группу. Да, ребята будут отслеживать звонки бандитов. Да, и постарайтесь, пожалуйста, чтобы в доме находилось как можно меньше людей. Потому что каждый лишний человек будет мешать работе группы. Поэтому, по возможности, только самые-самые близкие. Давайте. Екатерина Тимофеевна, вы не переживайте. Не переживайте, мы найдем вашу дочь. Найдем. Да, я надеюсь, вы сделаете это. Конечно, конечно. Считайте, что она уже с вами, Екатерина Тимофеевна. Найдем. В общем, нам нужна любая информация. Кто, что, зачем, почему, когда. Последнее, что она сказала, это было что-то про Березовую рощу. Принято. Еще одна просьба к тебе. Помоги, пожалуйста, объехать вот эти вот банки, которые отмечены. Давайте так, вы начнете сначала, я с конца и созвонимся. Договорились. Спасибо. Да. Значит так, сейчас выезжаем на объект. Нужно установить аппаратный телефон. Так я не умею, так и установлю это. Ну, ты слушать вообще умеешь. Ничего подключать не надо. Мы просто набросаем там проводов, чтобы выглядело посерьезнее. А ты сядешь с умным видом. Ага. Вот и мы прослушиваем, записываем. Понимаешь? В доме будет Екатерина, она не в курсе. Калинин этот в курсе. Возможно, будет Дмитрий. Вот его в технике подпускать нельзя. Я уже это говорила, еще раз скажу. Что к скандалу, связанному с мэром Петровым и его женой, я не имею никакого отношения. Мне очень жаль, что обстоятельства у нынешнего мэра складываются таким образом. Мне хотелось бы соревноваться на равных условиях. Тогда победам бы мне доставило больше удовольствия. Что касается вчерашнего развлекательного мероприятия в баре, не верю. То скажу. Оно таким и планировалось. Я сознательно решила провести пресс-конференцию в баре, чтобы гости и журналисты смогли как следует повеселиться. И я считаю, что это должно быть у меня на повестке дня, как будущего мэра. Я считаю, что люди, которые так много работают и платят налоги, должны иметь место, где они могли бы нормально отдохнуть. Это может быть какой-то парк отдыха, где можно провести время с семьей и детьми. Моральное здоровье и счастье жителей города для меня на повестке дня. У нас обычно непонятно куда деваются деньги налогоплательщиков, но я вас уверяю, что такого не будет, если вы будете со мной. Мне нужна ваша поддержка, потому что я стараюсь ради вас. Если мы будем вместе, то мы придем к прекрасному, светлому будущему. Аккуратнее с проводами. А то кто-нибудь заденет ногу случайно, ты не заметишь. В самый критический момент ничего работать не будет. Понимаешь, да? Угу. Я вам оставляю самого надежного помощника. Он будет контролировать звонки. Если повезет, удастся их засечь. Спасибо большое. Вы не переживайте. Ваша дочь в наших руках, и мы ее спасем. Эти подонки еще не знают, что их ждет. Ладно, мне нужно покинуть вас на несколько часов. Звоните. Я тебя провожу. Аккуратнее с проводами. Угу. Милая моя девочка, где же ты? Где мне тебя искать? Почему кто-нибудь все время тебя у меня отбирает? Господи, хоть бы с тобой ничего не случилось. Только бы они вернули тебя живой. О, ты посмотри, а. Что такое? Вот это люди отдыхают. А, ты не говори, а. Марина туда даже, вон, родео-машину какую-то приволокла. Да, хотел бы я посмотреть, как она. Как она что? Ну, что-что. Барбики готовят, вот что. Угу. А Эдик-то, Эдик-то, а. Ну, что, ты попал, профессор. Против тебя два целых клоуна. Один в доме культуры окопался, а другая посмотри, что вытворяет. Угу. Кстати, ты не забыл, что у тебя сегодня с ней теледебаты? Да не забыл я, Сережа, не забыл, только не вовремя это. Может, на завтра перенесем, а, завоз выкупа. Ну, какое завтра? У нас времени в обрез. Гончаров говорит, что там уже какие-то сволочи пробивают информацию наших отморозков. А, ну, так это Димочкин, Димочкин и сволочи. Он собирался там твоих ищаек натравить. Вот, вот. Если сегодня, значит сегодня. В десяти точка. Все, успеешь после дебатов. Давай, дуй в телецентр. Договорились. Так. Где тут? Подключать-то здесь, что ли? А это что за кнопочка? Так, сейчас нажму. Залетимся к чертовой матери. Все в порядке? А, да-да, все отлично. Если вы захотите что-то перекусить, скажите, я приготовлю. Да, хорошо, спасибо. Ну, что ты? Ну, вот, все. Подключил, все в порядке. А где у вас здесь туалет? Там. Толя, ты уже читал эту газету? Нет, а что там? Сегодня состоятся дебаты Анатолия Калинина с Мариной Андреевой. А, да черт с ним не пойду. Как не пойдешь? Ну, так не пойду. Толь, я думаю, что тебе надо идти. Не переживай, Сергей оставил человека. И я думаю, что ситуация под контролем, и все будет хорошо. Конечно, все будет хорошо, потому что я останусь с тобой. Мое место сейчас здесь. Толя, если ты не пойдешь, все подумают, что ты струсил. Да мне плевать, Катенька, что они подумают. У тебя с дочкой несчастье. А я сейчас куда-то попрусь. Толь, ну, все равно тебе надо идти. Надо. Просто я буду чувствовать себя виноватой. Я безумно тебе благодарна, что ты готов отказаться от всего ради меня. Но я буду мучиться. Да? Ну, если честно, я не хотел уже никуда идти. Но если ты настаиваешь, ну, конечно, я не могу видеть, как ты мучаешься. Хорошо, я пойду. Спасибо тебе. Ой, ты что-то мне сегодня все из рук валится. Ну, 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 ты чего нервничаешь? Ай, ну, моя красавица моя. Ну, не нервничай. Тетя тоже нервничает. Хотя, будем реалистами. Знаешь, в ораторском искусстве ты Калинина сделаешь, как тузик грелку. Я его просто уничтожу. Война так война. А тут все средства хороши. Сегодня его ждет сюрприз. Узнаю мою девочку. Я всегда знала, что тебя ждет великое будущее. Хотя, не скрою, когда ты мне досталась маленьким ангелом, маленькой девочкой. Когда твои родители погибли. Тетя, ну, к чему сейчас вспоминать об этом? Ну, правда что? Чего ты, Яр? Ну, прости. Прости меня, моя девочка. Просто я хотела сказать, что я всегда переживала, что не стану для тебя достойной опорой хорошей матери. Но сейчас я не боюсь. А я не боюсь сейчас. Потому что я вижу, какая ты у меня сильная, талантливая, красивая. Я знаю, девочка моя, как тебе сложно. Ну, ничего, ничего. Ты рождена, чтобы повелевать. Тетя, ты сегодня такая сентиментальная, и мне это мешает. Я смешная? Ну, так, немножко. Ну, и пусть. А что, плохо быть смешной? Ты улыбнешься? Тетя-то. М? А ты у нас там. Ну, увидишь. Спасибо, тетя. Ну, что, в бой? Давай. В бой. Я ее в порошок сотру. Ну, кто такая? Она по стороне со мной. Ну, да, Женя. У тебя язык хорошо подвешен. Но дело не в языке. Не понял. Не знаю, как бы тебе помягче сказать. Ты вспыльчивый. А ей как раз это и надо. Она сама любит поскандалить. А ты не видишь на ее провокации. Должен быть контраст. Чтобы избиратель видел, какая она истеричка и какой ты солидный человек. Ну, да. Ну, что опять закислое выражение лица? Радео, машина-то сломалась? Починим. Что значит починим? Зачем ее чинить? На американские вечеринки к нам в бар уже все равно не приходит столько народу, как раньше. Зачем нам не нужен? Ну, значит, выкинем. Вот на все у тебя есть ответ, Денис. У нас здесь может быть только два ответа. Либо починить, либо выкинуть. У нас в России есть третий вариант. Оставить все как есть. Знаешь, у нас в Америке такой вариант вариантом не считается. А что ты заладил все у вас в Америке, у вас в Америке? Ну, ладно, не злись. У нас еще куча креативных идей. Придумаем что-нибудь, как вытащить твой бар. Все будет хорошо. твоими устами да нет бы пить. Знаешь, я на мастер-классе смотрел, как у людей глаза горели. Им нравилось. Им нравится собираться и устраивать дебаты. Сегодня же дебаты у Марины с Калиной. хорошо. А как вы объясните ситуацию вокруг вашего так называемого перелома, который так неожиданно сросся? Ну, во-первых, это было не так называемый и самое, что ни на есть настоящий перелом. А почему я должна вам верить? А потому что я, в отличие от вас, Марина Сергеевна, врач. И уж, простите меня, великодушно, немного больше в этом понимаю. Кстати, о медицине. А? Я слышала, что в вашем нейрохирургическом центре очень высокие цены. Однако изначально он позиционировался как... Сейчас процитирую. Центр с баснословно дорогим оборудованием, доступный для всех и каждого. Что вы можете сказать по этому поводу, профессор? Ничего, Марина Сергеевна, кроме того, что вы говорите правду. В самом начале цены были действительно большие. Но мы ведь в этом городе, так сказать, пионеры рынка. И нам нужно было понять, можем ли мы свести концы с концами. Но с момента открытия центра цены там уже упали в два раза. И упадут еще ниже. А дети из многодетных семей у нас вообще обслуживаются бесплатно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Их глаза, глаза этих детей могут сказать куда больше, чем слова, произнесенные мной. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо, хорошо. У меня к вам последний вопрос. Пожалуйста. На всех бигбордах вы демонстрируете, какая у вас идеальная семья. Семейные ценности это неотъемлемая часть вашей предвыборной кампании. Однако я слышала, что в вашей семье творится неразбериха. Ваша жена не ночует дома. Она ушла из семьи? Профессор Калинин, вы много лжете. А сегодня тот день, когда надо говорить правду. Ну, что вы скажете? Что происходит в вашей семье? Вы, Марина Сергеевна, хотите узнать правду. А я вам ее скажу. Сейчас. Я сегодня пришел сюда только из чувства ответственности. Да, Марина Сергеевна? Ответственности перед своими избирателями. Дебаты должны были состояться. О их числе было известно заранее. Они состоялись. Но у меня нет ни малейшего желания, сил и возможности отвечать на ваши глупые, пустые вопросы. И уж тем более опровергать слухи, которые вы, Марина Сергеевна, неизвестно где, подцепили. у меня похитили ребенка. Дочь моей жены. И я сейчас должен находиться с ними. Со своими близкими родными людьми. Я должен поддержать свою жену. Я должен помочь найти своего ребенка. я очень надеюсь, что я как можно скорее окажусь с ними. Но находясь здесь, я хочу воспользоваться случаем и обратиться к тем, кто похитил мою девочку в надежде на то, что они это услышат. вы подняли руку на самое дорогое, что у меня есть. На мою семью, на моих близких, родных людей. И я вам этого не прощу. Знаете, что я найду у вас, где бы вы ни были, и заберу ее. А если сейчас нужна поддержка, подбрось меня к ней. Эй, эй, Денис, Денис, ты слышишь меня? Черт. Что же делать-то? Господи, ну что же делать, мам? Ну скажи мне, что мне делать? Ясно. Я поеду к Фадеевым. Я поеду к Екатерине Тимофемной. Может быть, ей нужна моя помощь. Нет, сынок, не надо. Она женщина, она мать. Наверняка она очень сильно переживает. Знаешь, что? Что? Ты поезжай к Любиному отцу, скорее всего, он уже предпринимает какие-то шаги, чтобы выручить Любовь. И ты можешь ему пригодиться. Слушай, мам, ты права. Как я раньше об этом не догадался. Мам, ты права, я поехал. Давай, 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 поезжай скорее. Что ты так на меня смотришь? Я не хотел ничего говорить. Это кур меня поезд вынудило. Ты чего? Я на тебя смотрю с восхищением. В смысле? Ты что, ничего не понимаешь, что ли? Все очень круто прошло, очень круто. Все видели, что ты держался, что ты не хотел упоминать об этом. Она тебя спровоцировала, она. Теперь все знают, что она гадкая сплетница, а ты несешь бремя ответственности. Так что все очень круто, очень на высшем уровне. Думаешь? Да я уверен в этом. Я вообще, когда увидел твой правильный гнив, я тебе поверил, что ты на самом деле хочешь спасти эту малютку Фадеева. Я сам себе поверил. Да, рейтинги подскочились. Дай. Так, ладно, мне пора. Через час Еремеев обещал подвести деньги. Блин, как он меня задолбал этот... Ну, все, все, успокойся. Ну, опять он, конечно, с вами баблом приедет. Опять Катька на него будет смотреть, как на главного героя. Не переживай, мы сделаем небольшую рокировку и теперь главным героем станешь ты. Во. Кто? Катенька, здравствуй. Катенька, мы... Я не ожидала просто вас увидеть, простите. Катюша, это правда то, что профессор сказал по телевизору? Правда. К сожалению, это правда. Катенька, а как же это случилось? Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Она пропала. Перестала отвечать на звонки. Потом позвонили какие-то люди. Дали с ней поговорить. Они требуют от нее большие деньги. Простите, пожалуйста, я не могу вас сейчас впустить в дом, потому что оперативники просили никого, кроме близких родственников. Не пускай. Хорошо, хорошо, Катюша, мы уходим. Катенька, пожалуйста, не плачь. Не плачь, Жаня. Время. Катюшечка, мы будем молиться. Да. Катенька, Катенька, если что, звони. Звони в любое время, поняла? Спасибо, спасибо. Все, 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 все. О, господи. Господи. Может, чем-нибудь помочь? Вряд ли, Игорь. Да. Привет. Извините, если помешал. Я узнал о случившемся из теленовостей. Если что-то нужно, я готов помочь. Ребят, ну, чем вы сейчас можете помочь? Разве что морально поддержать. Деньги для выкупы сейчас принесет Прохор. Да. Мы не будем вам мешать. Если что, мы на связи. Спасибо. Деньги. А по нашему вопросу что? По вопросу контакта с авторитетом. Да. Он согласен встретиться. Когда? Теперь скоро. Отлично. Так, Прохор, давай-ка мы с тобой пока в прокуратуру съездим. Угу. Угу. Прости меня, пожалуйста. Прости. Я не должен был говорить о Любе на дебатах. Не должен был. Ну, просто Марина, она завела меня, зараза. Понимаешь, я не выдержал. Толя, Толя, успокойся. Ну, сказал и сказал. Ну, что теперь уже? Я прекрасно вижу, что ты переживаешь. Что ты на самом деле переживаешь из-за всей этой ситуации. Мне это важно. Спасибо, что ты со мной. шутишь? Где же я еще могу быть? Все так запуталось. Я знаю. Знаю, милая моя. Наша главная задача сейчас вырвать Любу из лап этих негодяев. Вот это самое главное. Да. Ты не волнуйся. Не волнуйся, все будет хорошо. Я просто, поверь, я не хочу торопить события, но я очень хочу, чтобы ты мне доверяла. Катя. Толик, я чувствую себя такой беспомощной. Я я не знаю, что делать. Я все сделаю для тебя. спасибо тебе. Ребят, спасибо большое, что приехали. Люба была бы рада узнать, что такие люди, как вы, беспокоятся о ней. Я поеду. Счастливо, спасибо. До свидания. Ты это, прости меня, я, я понимаю, что я вел себя по-свински. Я понял, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Теперь я это точно понимаю. Я тоже. Я не сержусь на тебя. Я сам первый захотел построить свое счастье на твоем несчастье. Мы оба дураки. Лишь бы только с ней все было хорошо. Да. Я не знаю, если с ней что-нибудь случится. Господи, какие мы дураки. Мы тратили время на всякую ерунду, вместо того, чтобы провести это время с ней. Ты абсолютно прав. В общем, когда она вернется, я хочу, чтобы мы вели себя по-другому, чтобы мы не причиняли друг другу бой, особенно ей. согласен. Ну, Ну, что, ты так расстроилась из-за этих дебатов? Ну, да, немножко. После этой передачи рейтинги Калинина поползут вверх. Да уж. Зато эту соплячку похитили. Одной проблемы меньше. Интересно, кому она понадобилась? Да мне все равно, тетя, лишь бы ее там подольше продержали. Ну, да-да-да. Может быть, ее продали в рабство? А, в сексуальное рабство. На дальнее, а может быть, даже на ближний восток. Любу-то сексуальной рабыней, тетя. Да. Хотя это отличная перспектива. Даже лучше, чем Деннис. Тогда она точно не вернется. Бедная девочка. Я приятно удивлен. Чем именно? Вашей оперативностью. Вы намного облегчили нашу задачу. Мы сейчас же с бригадой выезжаем за вашей дочерью. Подождите, вы меня с собой не берете? Нет. Этого нельзя сделать. Сергей Романович, я прекрасно стреляю. Да нет, не в этом дело. Ваше присутствие в первую очередь опасно для вашей дочери. Неизвестно, как пойдет дело. Ну, неизвестно. Сергей Романович... Я уважаю ваши чувства, но я не могу. Послушай... Ну, это очень опасно. Хорошо, ладно, я понимаю, извините, я, наверное, не прав. В одну секундочку. Да, Прохор. Поговорил хорошо. Хорошо, давай в парке. Сергей Романович, я всегда на связи. В любом случае, держите меня в курсе. Да не волнуйтесь, не волнуйтесь, это наша работа, мы профессионалы, все будет нормально. Я постараюсь не волноваться, все, до свидания. Давайте. Не волнуйтесь. Сергей Романович. Да. Что у нас с этим делом? Каким делом? А, похищение Фадеевой. А, вот уже выезжаю. Преступники должны скоро позвонить и сказать, куда вести выкуп. Но как закончим, я сразу предоставлю вам отчет. Хорошо. Возьмите с собой лейтенан Тараскина. Тараскина? Ну, зачем? Его надо будет вводить долго в курс дела. Ничего, ничего, справитесь, я вас верю. Ну, хорошо, хорошо. И отчет? Конечно, и отчет. Братва здесь ни при чем, клянусь обожаться. Ну, а кто тогда? Вы беспредельщики какие-то или залетные гастролеры. Ну, а ты сам-то ему веришь? Ты надежный человек. Чего он еще сказал? Сказал, что спать не лягут, пока не найдут. Тихо-тихо, подожди. Тихо-тихо, да. Деревня Репина. Угу. Заброшенный дом слева от трассы. В десять вечера с деньгами. Деревня Репина, собирайся, поедешь со мной. Тебе здесь больше делать нечего, я вызываю группу захвата. А я? А вы с Екатериной Тимофеевной оставите здесь. Что значит мы остаемся здесь? Я поеду с вами. Нет, нет, это не положено. Сереж, мне плевать, положено или не положено. Возьмите меня с собой. Ты хоть раз в жизни пистолет в руках держал? Научите. Вот делать больше нечего. А если тебя ранит, не дай бог? Ты знаешь, мне плевать, пускай хоть убьют. Не могу я сидеть здесь, я должен поглядеть этим подонкам в глаза. Ну, что с тобой сделаешь? Толя, Толя. Ну, ладно, уговорил. Но только при этом условии. И условия первые, запомни. Подожди, ты все свои условия мне расскажешь по дороге. Все, поехали. Давай, 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 сбираемся. С ума с вами. А родной отец так не рвался, как Толя. Под пули рвется. Поехали. Петюшка, ты не волнуйся. С Любой будет все в порядке. Я тебе обещаю. Все. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Катюш, ну что происходит? Я звоню-звоню, ты не открываешь. Прости, пожалуйста, я затонулась. Я сразу услышала. Спасибо тебе большое за деньги и за покупку. Перестань, что ты такое говоришь? Это же моя дочь. Ты... Где Толя? Толя. Поехал с Сергеем. Тот не хотел его брать. Толик нас сдаял. Тим, прости, пожалуйста. Я хочу помыть одна. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Катюш, Катюш, тебе принести что-нибудь. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА 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 ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА